Доброе утро, друзья! У нас реально доброе утро! У нас солнышко, солнечная погода, не знаю, видно вам или нет. Дело в том, что у нас в последнее время было всё время серо, дожди, пасмурная погода. Ну, реально, я даже устала от этой погоды, и я думаю, многие у нас устали. Дело в том, что это нетипично для Нью-Йорка. Я вот сколько здесь уже живу, скоро будет три года, то такой погоды зимой я ещё не видела, чтобы всё время было вот слякоть, грязь, снег, дождь, непонятно какая погода, серость. Вот, и поэтому сегодня солнышко. Мой брат даже взял выходной, чтобы погулять по Манхэттену, и мы с ним встречаемся буквально через часик на Юнион Сквер и погуляем по супермаркету, который я вам недавно показывала в одном из своих видео, где мы с коллегами гуляли в обед. Вот, и у меня тут солнышко присветило, и я немножко ещё с утра пораньше решила заняться уборкой. Я навела порядки у себя тут на подоконнике, у меня тут прям, знаете, много-много пыли было, теперь вот чистенько всё аккуратненько, цветочек мой уже не цветёт декабрист. Вот, тоже навела порядки, гирлянду ещё пока не снимала, но всякие новогодние украшения, всякое там такое вот рождественское новогоднее поубирала. Тут у меня ещё остались конфеты Киев вечерний, которые мы вам прислала. У нас совсем мало арахиса, ребята, осталось совсем мало арахиса из того, что мама прислала. Буквально, я думаю, мы сегодня его доедим. Вот, так что быстро мы управились. Тут везде пыль повытирала, всё, я такая большая умничка, просто везде поубирала, всё чистенько, всё аккуратненько. Вот, так что всё, собираюсь и бегу навстречу с братом. А погодка у нас хоть и солнечная, он даже ни одного облачка на небе, но холодно плюс 2 градуса. Погода прям песня, если бы только ни температура и ни холод. Вообще чудесная у нас погода сегодня. Сегодня суббота. И да, кстати, ёлочку я уже убрала, так как февраль, пора бы уже. Вот, на работе тоже всё более или менее хорошо. Ну, естественно, у нас сейчас очень много проектов, очень много работы, поэтому все на нервах, работы очень много. Но в выходной надо обязательно погулять. И меня кто-то тут просит всегда, там, снимай почаще свой район, показывай. Ну, ребята, я здесь бываю каждый день, я здесь хожу пешком каждый день, и мне скучно что-либо снимать, что-либо говорить. Я на самом деле на камеру не очень люблю говорить, потому что, напомню, что я интроверт, я, ну, не такая вот балакучая, наверное, как разговорчивая, как многие другие блогеры. Вот, поэтому мой контент такой, какой он есть. Вот у нас вот всех уступают пешеходам. Так, что вам ещё интересно рассказать? Ну, вот, знаете, вот нечего рассказывать, что рассказывать, ребята. Ой, и мой поезд уехал, я не успела на него. Придётся ещё подождать минут, наверное, 7. У нас поезда метро ходят в промежутке где-то минут 7. Да, не так, как в Москве каждые 2-3 минуты, но, в принципе, как бы достаточно. То есть мне тут, пока я дойду до этого метро, как раз эти 7 минут и пройдут. У нас тут на самом деле, ребята, деревня. Здесь ничего никогда не происходит. Здесь хушно и нечего показывать. Поэтому на выходные, когда мы куда-то выбираемся, то, естественно, мы хотим выбраться в город. Город это у нас как раз Манхэттен, Нью-Йорк, Центр Манхэттена, Тайм-сквер. Вот, чтобы, знаете, иногда себя окунать в атмосферу этого большого мегаполиса Нью-Йорк, чтобы понимать, где ты на самом деле находишься. Потому что, когда ты живёшь в этой вот всей деревне, то забываешь, где ты находишься. Тебя съедает бытовуха. Вот, всё однообразно. И вгоняет тебя в депрессию. Особенно, когда у нас тут держалась долгое время очень такая плохая серая погода. Поэтому, знаете, выбраться на Манхэттен, на Тайм-сквер, это, знаете, как за праздник, как из села выехать в город. Ну, в принципе, Бруклин это и есть большое село. Так, мой поезд будет скоро, через одну минуту. Но что-то его не видно на горизонте. А вот и мой поезд. У нас сегодня выходные, но поезда Кью, линии Кью, ходят уже нормально. Так что я сейчас быстренько доеду до места встречи с братом. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин вот это, где у нас тут можно выйти. Уже прямо на улицу. 14-й стрит и Юниан Сквер Уаст. А вот какое-то веселое мероприятие. Розовые шарики. Это мы уже на Манхэттене. А тут, как всегда, рыночек уличный открыт. И тут что? А тут всякие золото, бриллианты продают. Ничего себе. Шубу. О, шубу можно купить. Класс. Или смотрите, вот такие вот картины. Шумненько здесь. Так, где бы мне брата встретить на этой улице? Можно в шахматы поиграть? Кто хочет в шахматы? Так, какие-то маленькие митинги по поводу войны. В общем, такой вот у нас Юниан Сквер. Кстати, именно от этой площади начинает Бродвей пересекаться. У диагонали весь Манхэттен. Так, я хочу здесь найти еще бесплатный туалет. В Нью-Йорке есть бесплатные туалеты. Вот на Юниан Сквер прям есть бесплатный туалет. Можно сходить. И, кстати, здесь везде бесплатные туалеты по городу. Так, у нас тут тоже какой-то рыночек раскинулся. Что здесь продают? Пока Олежек подходит. Я сейчас тут немножко вам покажу, что тут интересного. Ой, яблоки. Прямо, наверное, с фермы. Ну, какие интересные пироги. Япончики. Пироги. Apple Cedar там был. Вот яблоки можно купить. И, почем, яблоки 3,50 за паунд. Тут прям такой вот рыночек. А тут, смотрите, какие интересные композиции. 40 долларов такой букетик. Надо же, букет из перцев. Интересные букеты. Вот такие вот рынки иногда открываются в Нью-Йорке в разных точках. Чаще всего Манхэттен. В Бруклине я не помню, чтобы подобного рода были такие рыночки. Вот на Манхэттене я такое часто вижу. Именно как раз по выходным в первой половине дня. И тут, смотрите, тоже какие-то пироги интересные. Морковки не хотите? Морковочка есть. О, чесночок. Чесночок прям класс. Для души медик. Медик прям вот funny. Мед. И столько всего интересного. Да, я так понимаю, это прям фермерский рынок. Субботний рыночек на Юнион Скейер. Тут вот куча машин этих самых фермеров. Можно всякое разное вкусное и интересное накупить. Интересно, оно вообще действительно вкусное. Вот смотрите, какие яблоки прям гибридные. Ничего себе яблочко. Выглядят аппетитно яблоки. Интересно, как они на вкус. И тут, смотрите, какие есть сладости. Пироги Apple Cranberry Crisp 7 долларов. 10 долларов пончики. Упаковка с пончиками 6 долларов. Carrot Raisin Cookies. Ну, прям вообще. Так, и тут тоже еще рынок. Смотрите, сколько тут всего. Да, кстати, я не помню, чтобы у нас в Бруклине, вот в моем районе, что-то такое подобное функционировало. У нас, если продается что-нибудь такое, то это на Брайтоне. И, ну, не похоже, чтобы там это было прям фермерское. А тут видно, что фермеры прям приезжают сюда, на Union Square, и продают свои товары. Вот можно сфотографироваться с пчелкой в виде пчелки и цветочка. Кто хочет. Да, многим почему-то не нравится моим зрителям прогулка по Манхэттену, а я получаю от этого удовольствие, потому что Манхэттен как раз больше всего отражает американскую жизнь, не нашу жизнь славян русскоязычных, а именно американскую. Но тут хлеб. Представляете, даже хлеб вот так продают. Буханочку хлебушку, что ли, купить? О, а тут сыры. Боже, тут целая очередь за сырами. Какие сыры тут есть. И грибочки. Грибочки можно купить на Далягу, сказать, что тут грибы есть. Он очень любит грибочки. А тут у нас что, рыба свежая. Боже, это прям как настоящий супермаркет. Действительно свежая рыба. Мне просто потрясающе. Ну, а вот этот рыночек, куда я сейчас уже зашла, это арт-маркет. Здесь он всегда функционирует практически на Юнион Сквер. Вот сколько себя помню, тут все время есть эти торговцы. Вон камушки. Какое разнообразие. Ого, какой череп. Ничего себе. О, ламы. Какие зоны. Беленькие. Еще боники такие прикольные. Класс. Вот у меня в Украине дома вот такая вот лама осталась. Беленькая, конечно. Из Лимы, из Мачо-Пикчо. Были мы с братом как-то на Мачо-Пикчо. Там и пробовали ламу, и игрушку купили ламы, и видели много лам. Вот так. Где же Олег? Где мне его увидеть? Где мне его встретить? А вон он и Олежек стоит. Думу какую-то мыслю думает. Олежек, чего грустишь? Я в туалет ходила? И заодно тут оказывается рынок. Тут сыры можно купить, мед может. А, ты уже проходил? Ладненько. Давай, что, идем прямо в магазин, супермаркет. Привет всем, скажи. Здрасте. Здрасте. Забор покрасите. У нас вот прям даже музычка. Олег, давай. Ты, дзынь, за встречу. Музычка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok